Зинаида Ивановна проснулась от неожиданного лая своего верного пса Рекса. Сердце учительницы забилось сильнее, ведь такой беспокойный лай мог означать что-то неладное. Быстро надев халат, Зинаида выбежала из дома и направилась к сараю. На пороге ее ожидало непостижимое зрелище. Она увидела волчицу, огромная и величественная, стояла перед ней, а около нее спокойно сидели двое маленьких волчат. Удивление уступило место состраданию, когда Зинаида увидела, что у одного из волчат имеется рана на лапе. Не раздумывая, она решила помочь этим существам. Клавдия Ивановна, местный ветеринар, была вызвана, чтобы помочь волчатам. Пока она лечила раненого малыша, Зинаида смирно стояла рядом, убежденная в правильности своего поступка. Вскоре поселок начал наполняться слухами о пропаже скота и появлении волков в окрестностях. Люди начали беспокоиться и требовали действий от местных властей. Председатель поселка принял решение о начале отстрела волков, чтобы защитить жителей и скот. Зинаида была в ужасе от этого решения. Она знала, что волки не виноваты, они просто пытаются выжить. Решив не допустить трагедии, она скрыла волчат и их маму в своем сарае. Она сама стала кормить и ухаживать за ними, отдавая все свое время и внимание этим необычным существам. Месяцы прошли, и волчицы с ее детенышами стали частью жизни Зинаиды. Она видела, как маленькие волчата выросли и научились охотиться. И вот однажды, когда они уже были достаточно сильными, они покинули сарай и ушли в лес, чтобы начать свою собственную жизнь. Зинаида смотрела за ними с гордостью и тоской в сердце. Она знала, что сделала правильный выбор, спасая этих существ от гибели. Но она также понимала, что им теперь придется бороться за свое место под солнцем. И она молила о том, чтобы им суждено было найти свое место в этом мире, где животные и люди смогут сосуществовать в мире и гармонии. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!